Для того, чтобы получить 10-процентную скидку с поездки на общественном транспорте, нужно всего лишь расплатиться картой системы виза любого банка. Даже если карта изготовлена не в Рязани, ее все равно можно использовать. Акция начала действовать 21 марта и продлится до 21 мая. На борту транспортного средства пассажир при оплате получает чек. Чек содержит стоимость полную 23 рубля, потому что перевозчик свои услуги оказывает по стоимости 23 рубля. У нас в Рязани такая стоимость установлена у всех перевозчиков, которые подключены к системе. Чек будет на полную сумму. Но списание денежных средств с банковской карты у пользователя произойдет на сумму меньше 2 рубля. Соответственно, будет списано 21 рубль. Проверить списание можно будет в личном кабинете своего банка. Карты системы виза были выбраны не случайно. Согласно статистике, на них приходится самый большой объем транзакций. Действующие акции начали готовиться еще полгода назад. Тогда скидка предоставлялась на поездку только на маршрутных такси новой модели. Теперь же скидка действует на любую поездку на общественном транспорте, где есть платежная система УМКО. Но при оплате банковской картой. Новая акция не обошлась и без недопониманий. С самого утра в социальных сетях у владельцев маршрутных такси появились вопросы. Касаются они перечисления оплаты работникам. Елена Захарова поспешила на них ответить. Очень хочется внести ясность в этот вопрос. Наша компания является оператором автоматизированной системы оплаты проезда. В наши задачи и в наши компетенции входят абсолютно прозрачные взаиморасчеты между участниками этой системы. Участниками системы считаются перевозчики. Это юридические лица, которые имеют право на свидетельство и соответствующие документы на право сшить перевозки на том или ином маршруте. Цепочку перечисления от пользователя к перевозчику, она абсолютно прозрачная, ее можно проверить. Дальше уже взаимоотношения перевозчика и водителя или владельца транспортного средства. Это уже вне рамок нашей компетенции. Компания ООО «Ресурсы партнеров Рязани» является лишь посредником между человеком, который проезд оплатил, и конечным получателем – перевозчиком, владеющим свидетельством на маршрут. Системой оплаты работников-перевозчика и взаиморасчетов с ними они не занимаются. Это все равно, что вмешиваться в работу сторонних компаний. Елена Захарова также рассказала, что подобные акции будут продолжаться. Ведь цель компании в первую очередь – это учитывать интересы потребителей. Доехать быстро, качественно и дешево – для этого будут предприниматься все усилия. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».